Всем привет! Это программа неделя спорта и я ее ведущая Наталья Жирнова. По традиции в это время я и мои коллеги поделимся с вами самыми актуальными и свежими новостями из студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Сегодня выпуски. Студенческая хоккейная лига. КФУ против медицинского университета. Обзор шведских игр в рамках еврохоккей-тура. Спартакиада вузов Республики Татарцан. Очередной вид шахматы. Гость в студии Никита Лихачев. Говорим о старте внутривузовского этапа чемпионата АССК России. Начинаем сегодня со студенческой хоккейной лиги. После длительного перерыва чемпионат возобновился. Первым соперником КФУ стал Казанский государственный медицинский университет. Встреча прошла полностью под диктовку Казанского федерального университета. Исход встречи был известен заранее, так как команда соперника смогла собрать у себя в составе только два звена. И за всю игру медики смогли реализовать только два броска, когда сборная КФУ устроила разгром. 21 шайба залетела в ворота медицинского университета за 45 минут игрового времени. Тотальный разгром, который поможет Казанскому федеральному университету в турнирной таблице, если придется считать разницу заброшенных и пропущенных шайб. И если медицинский университет КФУ прошли без проблем, то вот следующий соперник может навязать борьбу. 18 февраля Казанский федеральный университет встречается с Казанским авиационным институтом. И наш телеканал покажет эту игру в прямом эфире. Начало 18.00. Обязательно подключайся. От студенческого хоккея переходим к европейскому. И речь пойдет о шведском этапе еврохоккей-тура. Сейчас ко мне присоединяется наш спортивный обозреватель Амир Сабиров. Амир, привет! Привет, Наташа! Что скажешь по поводу первого этапа еврохоккей-тура? Турнир получился достаточно интересный. Было много увлекательных матчей с участием сборной России. И сейчас я подробно о них расскажу. Хорошо. Будет очень интересно тебя послушать. Команды континентальной хоккейной лиги отдыхают. А сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии встретились на третьем, шведском этапе еврохоккей-тура. Шведские игры начались матчем сборной России против сборной Финляндии. Хорошую комбинацию в позиционной атаке провели наши ребята на 14-й минуте первого периода. Дамир Жафяров на Ивана Чеховича. Чехович на Артема Минулина. А последний отправил шайбу в девятку ворот Харри Сятери. 1-0. Три минуты спустя тот же Жафяров сделал пас на Чеховича. И последний броском в одно касание сделал счет 2-0. Второй период Фина привели куда лучше первого. И на 14-й минуте смогли воспользоваться ошибкой наших хоккеистов. Вышли в атаку 3 против 1. Иере Иннелос передачи Ники о Ямяки сокращает разрыв счета до минимума. 2-1. А в самом начале третьего отрезка ошибкой соперника воспользовался уже наш хоккеист. Владимир Бутузов выбежал 1 на 1 с вратарем. И поразил девятку ворот Финнов. 3-1. Счет продержался до самой концовки встречи. Ничего не оставалось в команде Суоми, кроме как снять вратаря и попробовать сыграть в шестером. Преимущество в одного игрока им помогло. Мира Алтанин находит на пятаке Юса Пустенина. И тот сделал счет 3-2. За 22 секунды до конца третьего отрезка. За оставшееся время уже ничего не успели создать финны. И сборная России зарабатывает первые 3 очка на турнире. В субботу турнир возобновили сборные Финляндии и Чехии. Матч получился очень напряженным. И со счетом 3-2 финны выиграли и набрали свои первые очки. Но сборная России проводила свою вторую игру. На этот раз против шведов. Матч получился по-настоящему напряженным. Команды смогли порадовать нас заброшенными шайбами с игры лишь во втором периоде. На седьмой минуте Понтус Хольмерк нашел на пятаке Эмиля Петерсена. И тот добил шайбу в пустой угол ворот Александра Самонова. 1-0. А уже в конце второго периода наша сборная сравняла счет. Никита Чибриков отдал передачу на Данилу Моисеева. И последний отправил шайбу в ворота. 1-1. Третий период запомнился нам только большим удалением Петерсена до конца игры за атаку сзади. Игра перешла в овертайм. Но и он не принес голов. На очереди шли булиты. В которых все решил один реализованный бросок Бутузова. 2-1. Сборная России выигрывает и зарабатывает уже пятый очко на турнире. Заключительный день турнира открывал матч сборной России и Чехии. Уже в первом периоде команды забросили по одной шайбе. На восьмой минуте Никита Чибриков набросил шайбу в сторону ворот соперников. А Захар Бардаков добил ее в ворота. И сделал счет 1-0. А сравнял счет Михал Шпачев. Нападающий воспользовался неразберихой у ворот сборной России и затолкал шайбу в ворота. 1-1. Во втором периоде сборная Чехия неожиданно вышла вперед на целых два гола. Якуб Флег забросил красивую шайбу с разворота. 2-1. И Лукаш Клок здорово сыграл сразу после выбрасывания и забил третью. 3-1. Сократить разрыв команды Ларионова смогла в этом же периоде. Сработала связка из Ярославля. Павел Красковский с передачи Николая Коваленко. 3-2. Третий отрезок сборной России проявил просто великолепно. Целых пять шайб побывало в воротах Чехов. На девятой минуте Николай Коваленко сравнял счет. 3-3. Четыре минуты спустя Даниил Мисюль вошел в зону и с острого угла поразил ворота Чехов. 4-3. На пятнадцатой минуте Василий Подколзин воспользовался ошибкой защитников противника. Протащил шайбу к воротам и забил. 5-3. На восемнадцатой минуте наши забили дважды. Сначала Владимир Бутузов в пустые ворота. А позже Никита Чибриков с передачи Бардакова делает счет разгромным. 7-3. В самом конце, на двадцатой минуте, арбитр назначает буллит в ворота России. И Давид Томашек его реализует. 7-4. Итоговая победа нашей сборной со счетом 7-4. Наша команда зарабатывает 8 очков и становится победителем шведского этапа Евротура. Итоговый расклад такой. Чехия и финны с двумя очками поделили четвертое и третье место. Шведы вторые. Сборная России вновь первая. Таким получился третий этап Еврохоккей Тура. Перед чемпионатом мира сборным осталось встретиться в Чехии на заключительном этапе. Болеем за сборную России и ждем новых побед. Ну а пока, нас ждут клубные чемпионаты, о которых я вам расскажу на следующей неделе. Двигаемся дальше. На этой неделе состоялся очередной этап спорта Киада вузов Республики Татарстан. На этот раз сильнейших выявляли в шахматных баталиях. Какой вуз стал первым в итоге и как в целом прошли шахматные партии, расскажет Диана Жданова. 11 февраля в школе Олимпийского резерва по шахматам и шашкам имени Нижмеддинова прошли командные соревнования среди студентов Татарстана. За шахматными досками бои вели представители 13 вузов Республики. Во время турнира над столами игроков нависло явное напряжение. Было сыграно множество интересных партий между студентами разных разрядов и гроссмейстеров. В первой группе победу одержала команда по Волжской академии спорта и туризма. Сборная академии выиграла все шесть командных встреч, набрав максимальное количество баллов – 12. Наилучший результат в копилку академии принес Владислав Артемьев – гроссмейстер и победитель первенства России и Европы. У серебряных призеров команда КФУ – 8 баллов. За Казанский федеральный играли Ахтырская Анастасия, Токарьев Анастасия, Новиков Роман и Гайфулин Артур. Бронза достала студентам КНИТУ КАИ, которые получили 7 очков. Во второй группе победила команда ТИСБИ, получившая 8 баллов. Команда КАГАУ с 7 баллами заняла второе место, а команда Казанской государственной консерватории набрала 6 баллов и оказалась на третьем месте. Диана Жданова, Неделя спорта. А теперь минутка важной информации для вас, зрителей нашей программы. Наш телеканал открыл набор спортивных комментаторов. Если вы любите спорт, вам нравится о нем говорить и вы хотите, чтобы вас услышали все зрители нашего телеканала, то переходите в нашу группу ВК и оставляйте свои заявки. Возможно, ты тот, кого мы ищем. Не упусти свой шанс стать спортивным комментатором. Теперь переходим к внутривузовскому этапу чемпионата ССК России. И будем говорить о нем вместе с председателем спортивного клуба «Казанские юлбарсы» Никитой Лихачевым. Никита, привет тебе. Привет, очень приятно находиться в этой студии снова. Чемпионат стартовал двумя видами спорта, а именно бадминтоном и мини-футболом. Поделись своими впечатлениями от начала чемпионата. Ну, начну с бадминтона, конечно, потому что вид спорта стал снова популярным, как и в том году. И в этом году, наверное, самое большое удивление вызвало, что многие участники, которые были фаворитами до начала турнира, например, в прошлом году или в предыдущих годах до этого, да, они в этом году вступили новым молодым участникам. И, в принципе, это показало интерес новых лиц, молодых, в первую очередь, и первокурсников, в том числе, к бадминтону. И это очень крутой вид спорта, который вызвал популярность даже у простых активистов. То есть ребята, которые до этого, может быть, не играли, тоже пришли попробовать здесь свои силы. Это было круто. Кого ты видишь прямо? Какие команды явными в бадминтоне? Ну, в бадминтоне понятно, что те, которые, например, участвовали и в прошлом году. И здесь, там, среди парней, если я до начала турнира выделял Вадима Розуманова, то, например, среди девочек, там, Рима Галехметова, которая в прошлом году вместе с Вадимом выступала на всероссийском суперфинале. А в этом году я даже не могу никого выделить, просто потому что вот пришли новые ребята, которые сейчас показывают очень высокий уровень. И тут любой участник может стать победителем. А вообще появились ли явные какой-то фаворит в мини-футболе? Вот прям такой явный. В мини-футболе, ну, естественно, я как перед началом турнира, так и во время турнира выделяю несколько команд. И во время жеребьевки говорил, что, ну, естественно, будет сборная КФУ, которая стала победителем всероссийского суперфинала в прошлом году. Они держат свою марку, они забили очень много голов. И сейчас даже, например, их футболисты Данил Тукташев, например, 4 мяча забил. Забил Ильдар Халюлин 5 мячей. И Рамиль Шеймуратов, они в лидерах сейчас бомбардирской гонки. И КФУ спокойно, уверенность первого места вышла дальше. Также отмечу команду Мед и, наверное, главный соперник. И будет особенно интересно увидеть финал, где будут играть футболисты команды Мед. Это первый-второй курс ребят, которые играют за сборную университета по большому футболу. И, например, некоторые играют даже в высшей лиге Республики Татарстан по мини-футболу, как, например, их капитан Артур Болдырев. Он за Институт экономики играет в высшей лиге. Ну, так вот, интереснее всего будет увидеть финал КФУ против Меда. Это опыт какой-то и какие-то наработки против молодости. И будет очень интересно вот их увидеть. И, наверное, вот эти две команды и остаются фаворитами. Какие команды, по твоему мнению, могли бы встретиться в финале, кроме КФУ и Меда? Здесь я выделю из добротных команд АЦ Казань. То есть там представители разных стран арабских, например. Из Сирии есть ребята, и из других стран вот это еще одна команда, которая может сильно выступить. Потом, если смотреть из других групп, вполне себе Дружба народов есть команда, которую представляют футболисты Института международных отношений и Института экономики. Вот тоже с разгромом выиграли свой первый матч 10-1. И здесь они вот в плей-офф будут одними из фаворитов. Ну и, конечно, команда, которая называется НЧКФУ. Это Набережный Челнинский Институт. Они уверенно в своей группе переиграли всех остальных. И здесь традиционно, если смотреть их состав, очень сильная команда и тоже могут побороться за выход в финал. Спасибо. А вообще, как в целом оцениваешь старт чемпионата? Вообще, не только по командам, а вообще как организации? Ну, самое главное, у нас до сих пор есть вот эти рамки постковидные, или даже не пост, а действующие ковидные рамки, которые не дают нам, к сожалению, возможности привлечь болельщиков на трибуны. Хотя, вы знаете, интерес был просто бешеный. Особенно после того, как постепенно что-то снимается, карантин, и люди снова хотят приходить на спортивные события. Здесь был просто огромный интерес, но, к сожалению, мы не могли пускать болельщиков. Но, в целом, очень-очень радует тот антураж, который присутствует на играх. То есть, все матчи смотрелись интересно. И, вы знаете, самое было интересно наблюдать на наших новых первокурсников, которые к нам в спортклуб пришли. Это медийщики, там фотографов много пришло, текстовики, СММщики. И вот эти ребята, это, кстати, в основном представители Института социально-философских наук, они очень сильно влились, и было очень интересно наблюдать на глаза девочек, которые до этого никогда даже футболом не интересовались. А здесь они пришли, и просто с самого раннего утра погрузились в атмосферу футбола. И это, наверное, показатель того, что мы все правильно делаем. И в бадминтоне то же самое. То есть, ребята, которые пришли просто пофоткать его, оставались там до самого конца просто, потому что было интересно, кто же пройдет дальше, кто же там выиграет, кто проиграет. То есть, я думаю, это один из показателей того, что в этом году уровень организации турнира еще выше, чем в прошлых. Впереди еще много видов спорта. Что можешь сказать о них? Что ожидаешь от этих видов спорта? Вот, да, не успели мы передохнуть как вот опять. В среду продолжится футбол у нас. И выходные, воскресенье 21 февраля, у нас стартует, во-первых, этап по женскому мини-футболу. В этом году еще интереснее, чем в прошлом, потому что мы даже посмотрели, если в том году было две сильных команды, остальные одного уровня, в этом году все команды просто имеют очень хороших футболисток. Да, а это для КФУ это не редкость хорошие футболистки. У нас очень по-женскому футбольный университет. Будет очень интересно, до сих пор непонятно, кто там фаворит даже, потому что все команды равны. Во-вторых, мужской стритбол начнется. Это будет второй по массовости вид спорта. В этом году аж больше 20 команд примут участие. Это будет именно в баскетболе, в нашем университетском рекорд. И мы с нетерпением ждем, вот уже 21 числа, стритбол. Тем более мы все знаем, что этот вид спорта самый динамичный из всех. И там будет очень интересно наблюдать, кто же станет победителем. Спасибо, Никит, за встречу. Надеюсь, еще здесь с тобой увидимся. И удачи на следующих турнирах. Спасибо вам всем. И помните, что тигры — это по большой любви. С вами была программа «Неделя спорта». И я ее ведущая Наталья Жирнова. Встретимся с вами на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!